Предок жил на природу, надеясь, светки ел и из озера пил, не имел ни сберкнижки, ни денег, но зато никогда ни за что не платил. Михаил Боярский В эфире информационного канала «Севастополя» программа «Имеем право». Меня зовут Николай Скребец. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня необычный выпуск, ибо речь пойдет о соотношении права и памяти. В этой связи эпиграфом могли послужить слова Саади. Ничто не вечно в этом мире, все уйдет, и только доброе имя вечно живет. Какая взаимосвязь между философскими рассуждениями персидского поэта 13 века и состоянием дел в кооперативе «Ветеран-1» вы узнаете из нашей программы. Потребительский кооператив «Дачное некоммерческое партнерство «Ветеран-1»» была образована еще в 1965 году как огородническое сообщество на неудобьях к природной балке у летного поля аэродрома, прямо за нынешним магазином «Океан». Тогда это было окраина города, ну а участки Ленинский райисполком выдавал людям исключительно заслуженным, о чем свидетельствовало и само название организации. Кооператив наш называется «Ветеран-1», но это не просто так называется, здесь все в основном были ветераны, участники войны, вот, Великой Отечественной. Мой папа тоже, он был владел, начинал этот участок, он был участником обороны Севастополя, он был участником освобождения Севастополя. Здесь каждый земельный участок – это своеобразная страничка семейной памяти. В 1965 году мне было 15 лет, и мы получили этот участок. И вот более 50 лет уже родители ушли, мы продолжаем заниматься этим кооперативом. При этом никаких нарушений, никаких строений, никаких этих, все выполнялось, все делалось. Да по-другому и быть не могло, ведь участки сохраняли здесь чуть ли не в ранге семейные реликвии. Когда его, ну как же, уже стало ему тяжело, он переписал на меня этот участок и просил, очень просил, говорит, никуда не продавайте, не девайте этот участок. Прускает, останется участок в собственности вам, внукам, и чтобы вы помнили о нем, вот. Его звали Кучеряева Иван Демьянович. Он после войны окончил академию в Петербурге и служил здесь в завязке Сервонского входа. С течением времени Огородническое товарищество «Ветеран-1» оказалось в центре Ленинского района. И тогда возникла необходимость изменить целевое назначение общего земельного участка. В 2012 году начали оформлять землю на приватизацию. Получили адрес. У нас весь ряд получил адреса. Все забывают о том, что нам дали адреса, что мы прошли инстанции определенные в Горсовете Украины, что мы вышли на решение заключительной сессии. И вот все это исчезло, и мы остаемся у разбитого корыта. В свое время Огородническое товарищество сменило свой статус на обслуживающий кооператив «Жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков «Ветеран-1». В 2010 году городской совет дал кооператорам согласие на отвод земельного участка для строительства квартала индивидуальной жилой застройки. «Проект данный был разработан. Вот одна из папок этого проекта. И в 2014 году планировалась передача участка в собственность». Двумя годами раньше городской совет возобновил с кооперативом договор аренды земельного участка, за что кооператоры исправно вносили соответствующие платежи. В связи с переходом города под российскую юрисдикцию, кооператив привел свои документы в соответствии с законодательством России и продолжил работу по отводу земельного участка. Работа эта затянулась на многие месяцы. Вот и очередное собрание в кооперативе в сентябре нынешнего года было связано с анализом сделанного. В мае 2016 года распоряжением ДИЗО, это департамент имущественных и земельных отношений, к кооперативу был утвержден план границ. Был он утвержден на основании схемы, которую кооператив подал. В данном случае вот это распоряжение, которым был утвержден план границ. И в данном распоряжении, в пункте номер 4, было написано, что кооператив имеет право обратиться без доверенности с заявлением о государственной регистрации права собственности города Севастополя на данный земельный участок. Затормозило оформление прав на земельный участок неказистое событие лета все того же 2016 года. Два члена кооператива смогли оформить в собственность свои земельные участки с разрешенным видом использования индивидуальное жилищное строительство. И в связи с этим кооператив заставили изменить границы. Время шло. В феврале 2017-го истек срок действия договора аренды, заключенного еще в украинскую бытность. В апреле кооператив подает в ДИЗО заявление на оказание государственной услуги, переоформление прав постоянного пользования земельным участком, заключение договора аренды и... и получает отказ. Договор аренды, который представлен в ДИЗО, с точки зрения срока его регистрации, а именно, вернее, момента его регистрации, а именно май 2012-го года, можно исчислять до мая 2017-го года. И можно говорить в связи с этим о том, что этот договор в момент обращения, первичного обращения в ДИЗО, еще действовал. Но департамент, проведя проверку, определил, что на этом участке якобы находится объект капитального строения, тем самым, в связи с этим отказал эта организация в переоформлении данного договора. Как на первое, так и на второе заявление ведомство ответило отказом. А третье заявление, поданное в августе 2018-го года, вообще не стало рассматривать. Наше заявление было возвращено без рассмотрения. При этом нам снова предлагают предварительно согласовать предоставление земельного участка по новому административному регламенту ДИЗО. Удивлены члены кооператива и непоследовательностью в деятельности чиновников. Меня, с точки зрения логики, поражает первый отказ по одной мотивации, второй отказ по другой мотивации, третий отказ по третьей мотивации. Но если вы так последовательно, хотя бы мотивацию выдерживаете. Ну, говорить о последующих отказах весьма сложно, потому что они витиеваты. Там написано много чего и неправильного. В этом крошечном кооперативе действительно составят настойчивые горожане. Так что вопрос, продолжить ли работу дальше, они решили давно. А на собрании просто зафиксировали решение. А еще здесь бесконечно верит президенту России. Президент рассказал, никто не должен пострадать. Мы в 2012 году, в 2014 году должны были получить уже в собственность, а нам вообще отказывают. И все же прагматически мыслящие кооператоры надеются, что все вопросы им удастся разрешить на месте. Я очень надеюсь, что наше собрание принесет свои плоды. И что Департамент имущественных и земельных отношений все-таки с вниманием отнесется к четвертому нашему пакету документов. И примет по нам положительное решение. Потому что данные участки по генеральному плану 2005 года и даже сейчас, которые есть в разработке план, они относятся к индивидуальному жилищному строительству. Есть на крайний случай еще один вариант, который вряд ли понравится кооператорам, хотя кто его знает. Алексей Игоревич Злобин, кадастровый инженер с более чем 10-летним опытом работы, считает самым эффективным способом. Каждый из членов существующего кооператива самостоятельно обращается в Департамент архитектуры и градостроительства Департамента имущественных и земельных отношений с заявлениями о предоставлении в собственность земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Данная процедура предусмотрена действующим как федеральным законодательством, так и законодательством города Севастополя. От нашей редакции мы направили соответствующий запрос Департамента имущественных и земельных отношений. Пока от них ответа нет. Подождем. Ну и естественно мы эту тему с контроля не снимаем, о ситуации в ветеране мы еще как-нибудь расскажем. А сейчас речь пойдет еще об одном объекте памяти. Находится он в домовладении номер 13, что по улице Гоголя. Это здание было восстановлено после войны, вплоть до 1975 года в нем обитали горожане. В 1976 году оно было выведено из ранга жилых помещений и в него въехало Всесоюзное общество охраны природы. В украинский период здесь, естественно, находилось одноименное украинское сообщество, а уже в российский период эстафету пользования зданием подхватила региональная общественная организация Всевастопольское общество охраны природы, прав человека и исторического наследия. В 2018 году сюда власти подселили местные организации союза садоводов. Все это время здесь существовала так называемая экологическая тропа, которая проходила в окружении 25 красногнижных растений и такого же количества эндемиков. В 2003 году активисты общества добились включения своего мини-дендропарка в Совет ботанических садов Украины. В российской бытной, к сожалению, стали забываться те традиции, но особенно тревожит общественников в состоянии самого здания. Здание аварийное, в нем сейчас нельзя заниматься деятельностью, привлекать сюда горожан, чтобы они сюда... Это мини-Кемерово пока, к сожалению. Аварийная крыша, аварийные потолки, несущие конструкции все аварийные. Между тем, общественники наставят на исторической ценности разрушающегося здания. У нас есть справка БТИ 1994 года, где сообщается, что у нас находится на хранении документы первичной инвентаризации 1946 года, что здание довоенное. Все довоенные, дореволюционные документы на это здание, естественно, уничтожены во время войны. И мы сейчас занимаемся этими вопросами, чтобы выявить историческое наследие. Свидетелей ищем, документы в архивах ищем. Историческую ценность даже не здания, а придомовой территории, подчеркивают и некоторые специалисты реставрационного дела. На территории данного комплекса находится вот эта вот историческая брусчатка, которая уже во многих местах нашего города уничтожена, а там она существует. По характеру ее укладки это явно довоенная укладка, а скорее всего даже и дореволюционная. Входные ворота, значит, балюстрады входных ворот, колонны, явно тоже являются довоенными, а возможно тоже дореволюционными, потому что на них присутствуют следы ручного теса и укладка, бесцементная укладка, что свидетельствует о явно характере дореволюционном. Значит, только лишь по вот этим вот двум параметрам данный комплекс может быть объявлен объектом культурного наследия. Общественники вместе с профессиональными реставраторами еще раз обследовали и само здание, и передомовую территорию. И на основании выявленных этих фактов, подтверждающих, что это довоенное и, скорее всего, дореволюционное здание, подали по новой документам Михаила Сергеевича Рязанцева, СЕФ наследия, Управление исторического наследия. И опять мы получаем ответ, что занимайтесь этим сами. Чтобы разрешить эти противоречия, обратимся к Конституции. Часть 3 статьи 44 развивает все сомнения. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, «Беречь памятники истории и культуры». Конец цитаты и никакого нашего комментария. Вышло так, что в этой программе больше вопросов, чем ответов. Увы, так иногда случается. У меня на сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Честь имею. Субтитры создавал DimaTorzok